всем привет дорогие друзья с вами red fox battle brothers гладиаторы ну что продолжим наши приключения я отдохнул так мы тут за дезертирами гонялись я вроде как поотдыхал вы наверное тоже пока серии не было а вот и дезертиры ну пошли поговорим так нет они назад не пойдут так ваш выбор простой платить я не собираюсь ваш выбор простой это просто бизнес мы вообще не местные нам на вас наплевать так две собачки на и что-то там ой по стрелкам два арбалета по стрелкам так ребята идут вперед отлично нас это полностью устраивает так давай им выбивать среднего из троих чтобы они стену щитов не поднимали это ребята вы хорошо кучкуетесь правильно вот паньки Так, наш лучник Недолучник Этого должен забрать Наш раперист Сюда Ну давай Сюда постреляем Так, тогда кинжал Сюда или вот сюда А то держат Можно и сюда Так, Каспар сюда Пострелять Пострелять Тут мы мира накрываем Тут не накрываем Тут не очень удобно-то и стрелять Ой-ой-ой Зато эффектно Не поспоришь Можно отойти Надо ли отойти? Наверное Нет Так, вот тут Жаль Отсюда можно по-двоему ударить Если через это колесо можно бить Что не факт Так Так Хорошо Два кровотечения И травма На кровотечении Так Стену щитов Понерфили Можно просто Топором их и кромсать Так Мы тут не совсем ворвались Но кромсаем уверенно Ах ты гад На него не прыгнуть Он В куст спрятался Ну ладно Арбалетчик Навыхватывал Стоя за спиной Но выжил А кто-то вот не выжил По этому поводу Можно взять Другую дубину И буквально Уничтожить Футмана А чё это ты не ходил Чё это ты решил подождать Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Это что такое было Он хотел Он поднял щит И хотел куда-то пойти Не дать моему лучнику Стрелять Что это было Он просто самоубился Не-не Какие станы Да Через колесо Можно было и бить Ох ты какой Какой деловой Парень Ой Чё-то тебя бросили Ну и кстати На разницу между Прицельным и неприцельным Выстрелом Ко в толпу Лупи что Да Можно и быстрыми валить Вот сейчас Я выстрелил Два раза У меня больше шансов Его убить было Но я бы наверное И прицельным попал И потратил бы на это Одну стрелу А так я потратил Две стрелы А стрелы у меня Сейчас заканчиваются Я не знаю почему Мне кажется Или метательные И так сильно Расходуют стрелы Чем по сравнению С обычным режимом Или дробовик Больше одной стрелы За выстрел тратит Или я стреляю Больше чем обычно У меня стрелы Начали заканчиваться Чего не было Никогда наверное В этой игре Ой-ой-ой-ой-ой Он был хитрый Конечно Он решил подождать Мы все ходы потратили Он бы сейчас Убежал Такой деловой А потом Ходил Типа быстрее Большинства Но не быстрее Каспара Еще зарядился бы И отошел в стороночку Или пальнул Маневр хитрый Но Каспара Так не проведешь Это чревато Отделением головы От тела Как мы увидели Ну и все Все молодцы Так Ой А что мы такие забитые Шкуры Всякие Ну вот Четыре слота Которые Освободятся Автолутом Так Это что за ерунда А мы же крестьян убили Вспомнил теперь Так Ну как-то так Так На ремонт На ремонт Арбалет Так 170 Не особо выгодно У нас мало инструментов Было бы много Было бы Был бы смысл Угу Ну можно это поставить На ремонт Но у меня сейчас инструментов нет Надо их где-то купить Срочно Так Мне обратно И там дадут Отдыха Сутки Давайте Раз уж мы Вот Раз мы полпути прошли Давайте быстренько Добежим Все-таки до замка Возьмем инструменты Продадим Может быть Что-то Чтобы инвентарь Освободить Да не что-то А все надо продавать Даже по плохим ценам Потому что Потому что Наверное Скоро будет Ну еще один бой Точно будет А может быть Уже и большой замес Что с ценами Не пойму 14 Ну Ну не сам Плохой вариант Не самый Плохой Скажем так Поэтому Все ерунду Точно Продаем Всего Две Пачки Инструментов Маловато Маловато Так Так Что-то Дешево Ну ладно Куда нам Меч подремонтируем Его имеет смысл Подзадержать Так Так Вот этот Лучше Подождать Место Получше Эти Давай подремонтируем У тебя Тебя нет У тебя нет Смысла И у вас Нет Смысла Инструменты Тратить Так Съедим Так Я бы Я бы Наверное Северных Лучше Брал Так А вот У Хусана Собственно И без Ошейника Я бы Лучше Северных Собачек Брал Все Остальные В норме Че тут Ничего Ладно Пошли Дальше На задание А И вот Вот Что я хотел Я про Стамбул Сделал видосик Все дела И я забыл Рассказать Что с паспортами Случилось Давайте Пока Пойдем Не на ускоренном Я буду Рассказывать А то Куда-нибудь Влепимся Опять Так вот Один из дней Мы решили Посвятить Шопингу Так сказать Посмотреть Что есть Что почем Что можно Дойти дешевле Чем у нас Интересного Может быть Что просто Можно найти Интересного Мы поехали В центр Торговый Я уже Про него Говорил Нифига себе Это что за Это ко мне Не Они меня боятся Вот поэтому Я собственно Не решил Сделать отдельный Видос Начал Рассказывать А тут Здрасте Приехали Что это такое Я бы не хотел На них Лезть Ну Нафиг Если можно Обойтись Мы Обойдемся Так вот Один из дней Мы решили Потратить На шопинг И поехали Ну решили Куда еще Ехать Поехали В самый большой Торговый центр Как мы Читали На Стамбула Может на всю Турцию Я про него Говорил Там видео Дживахир Или Джихавир Я все время Забываю Вот Мы приехали В тот район Где-то Часов В 11 Утра Но Они Не сразу Пошли В него А пошли Там На другие Улицы Неподалеку Нам там Нам там Байрам Из отеля Рекомендовал Несколько Ювелирных Магазинчиков С Ценами Вроде как Не туристическими А для местных Мы читали Так Ну вот у нас Огромный замес Мы читали Что вроде как Серебро и золото В Турции Дешевле Чем у нас Ну в принципе Недорогие 28 на 38 Ничего себе Что-то Что-то Нас понерфили Численно Собак у них Много Да Ну давай Собаки Так собаки Так вот Мы Думали Что-нибудь Посмотреть Может быть Из украшений Как мы думали Я думал У жены Был день рождения Недавно Может быть Что-нибудь Этакое Нам бы Попалось Но мы Походили Посмотрели Цены Даже не спрашивали Цены Вроде более-менее Но Ничего Интересного Все Какое-то Уж Слишком Цыганское Что-то Хорошее Надо искать Это прям Сложненько Так Ну и вот Походили мы там Часик Может по этим Улицам Вокруг И пошли В торговый Центр Где-то С 12 Ну вряд ли С 12 Где-то С часу Точно Мы там Были Какой Красивый Парень Так Ну и Короче Собственно С этого Времени Где-то До 7 Вечера Мы Все Время Были В торговом Центре В этом Он Реально Огромный Его Реально Замучишься Весь Обходить Там Есть Интересные Штуки Но Ничего Такого Сногсшибательного В принципе Мы Нашли Что Нам Можно Купить Точнее Ну Нашли Что-то Джинсы Левис Там По хорошей Скидке Были На жену На меня Не было На меня Было Дороже Чем В Москве По-моему Так Тут Кто-то Стоит Да Ну Что Надо Выходить Наверное Надо Сержант Тут Безуха Это Крепенькая Пачка Двуручники С Вот Этими Ребятами Надо Быстренько Наверное Съедать Вот Это А еще Учитывая Что их 38 Они еще И вот Тут Стоят Надо Наверное Тут Будем Терпеть Видимо А вот Тут Надо Быстренько Разжирать Так Шлемы Мне говорили Снимаются Вот эти Вот Красивые Вот Такие И они Лучше Чем Обычные С Плюмажем Надо Попробовать Это Забрать И молоток У него Кстати Мне бы Пригодился Может быть Так Наемник С Пилумом С одной Стороны Можно Его Затаунтить Чтобы Он Бросил Верика С другой Стороны Я Не хочу Чтоб Мне В щит Бросили Пилум Так что Мы Не будем Его Наверное Таунтить Так вот Чего-то Мы там Накупили Я уж честно Не помню Но точно Мы купили В нескольких Магазинах У меня Было Несколько Пакетов Джинсы Вот Сва Ко мне Нафиг Тут Не Уперлась Я вот Думал Может Эти Ребята Ее заберут Чтобы Она Не мешалась Давайте Свои Та Попробуем Вот Спасибо Еще И моральку Всем Поднял Красавчик Помню Рюкзачок Мы купили Маленький Кожаный Жене Ну Такие По мелочи Чего-то Набрали Не очень Много Не очень Дорого Но Набрали Опа Опа Нифига Мне экономят Очки Движения Вот Это Красавчик И Сюда Пойти Подолебарды Футманы Сейчас щитов Наподнимают Такое себе Будет С другой С другой стороны Пока Он его Не поднял О Поддержка Так Давайте Наверное По арбалетчикам Постреляем Кто из них Поопаснее Арбалетчик Арбалетчик Наемник Так Мне кажется Наемник Под телефон Под телефон Типа Байкерской Только Не Как обычно На бедре У них Пристегивается Ремешком К ноге А повыше Прямо На поясе На ремне Где-то на 3 часа На 3-4 часа На поясе Висит обычно Можно немножко двигать Там Два кармашка В одном кармашке Телефон А вот Во втором Кармашке Были Паспорта Карточки Ну Стамбул Карты Для проезда И Наличные деньги Отдельно Там лежали Мы сняли В банкомате Ну Не очень много Что так Изначально Мы сняли Тысяч 9 К тому моменту Мы уж потратили Из них Две трети На всякие Покупочки Подарочки Вот Важный момент В торговых центрах У них За наличку Дешевле Чем по карте Даже в торговых центрах Вот Поэтому мы Что-то покупали За наличку И я Доставал оттуда Деньги Возможно Это кто-то видел И спалил Вот Ну и вот В обычном состоянии Сумка висит Прямо возле Возле моей руки То есть Я кистью руки Прямо Касаюсь сумки И Влезть туда Нереально Но К 7 вечера Я был уже Несколько Прифигевший Несмотря на то Что мы там Два раза Отдыхали Кушали Я устал Вот Вот И расслабился Меня в Барселоне Никто ничего не обворовал Хотя это город Карманников Вот я и расслабился Видимо Я в этой В правой руке Которая возле сумки Нес пакеты И когда мы То ли в толкучке У выхода Там на эскалаторе Что-то такое Наверное Я выходил И заметил Что у меня сумка Расстегнулась Но Там замочек Слабенький Это иногда бывает Может быть И само Я Залез в сумку Проверил Телефон на месте Ну Значит Все вроде нормально Застегнул ее И мы пошли Мы решили пешком Пойти до отеля Там где-то час Пешочком Как раз После жары В торговом центре Проветриться Подышать Нормально Прошло минут Пять Я замечаю Что сумка Опять расстегнута Думаю Да что за фигня Я ее сумкой Что ли задеваю Пакетами что ли Задеваю Расстегиваю Опять ее открыл Проверил телефон Телефон на месте Застегнул Ну и все И пошли Переходим в отель А у меня там Где карточки Стамбула Карточка от номера Там ключи Как карточки Пластиковые Заходим И лезу за ключом Достаю ключ Понимаю что-то не то Нет паспортов В сумке все на месте В сумке на месте Телефон На месте Карточки Все Все деньги Все в сумке на месте Кроме паспортов Ё-моё Вот это был Вот это был сюрприз Так сказать Я конечно Несколько расстроился Расстроился не столько От потери И паспортов Сколько от того Что какой-то гад Все-таки смог Тут парни С щитами Это плохая цивилизира Сколько от того Что какой-то гад Все-таки смог Залезть ко мне В карман Ну не в карман В сумку Но все равно В Барселоне Меня никто не воровал А в Стамбуле Смогли Что потом Потом на ресепшн Сходили Поговорили С парнями Они сказали Что с утра Ну время уже Закрылся торговый центр Восемь крышка Что завтра Позвонят Там может быть Найдут Взяли у нас Чеки В каких точно Магазинах мы были Когда я точно Видел последний Там какую-то проверку Устроили Там наверное Продавцы У которых мы Последних покупали Вообще не обрадовались Нашему Визиту потом Потому что Там их Вроде как По сообщению местных Их там Протрясли по полной Потому что За туристов Очень переживают В Турции Туриста Там расстроить Это прям Это смертный грех Там очень Дорожат Своей Репутацией Туристической И туристов Там обижать Нельзя По хорошему Ну так вот Что с этим делать Как я уже говорил Как В комментарии Кажется я писал Да Когда мы ехали Я решил Впервые Не взять с собой Российские паспорта Потому что До этого Мы всегда ездили Собственно Ну через Москву Из других городов Из Нижнего Новгорода Там Наверное На поезде Поэтому паспорт Российский нужен Как ни крутись А тут мы летели Из Москвы До Москвы Ой До аэропорта Там метро И автобус И вроде как Паспорт не нужен Российский И я хотел не брать Нафига он нужен Нам его с собой Таскать Рисковать Но жена Настояла Давай на всякий случай Возьмем И как же она была Права Потому что Если у вас есть Свой российский паспорт И вы потеряли загран Вы приходите В консульство Говорите Что вот такой Вы дурачок Вам говорят Надо сделать фотографии Три на четыре И приходите Будем оформлять Справочку Вам за полчаса Ну полчаса на человека Значит на двоих Где-то час Делают справочку По которой Вы Как по заграну Собственно Улетаете Улетаете В аэропорту Там только Надо приезжать Немножко заранее Потому что Вам проверочка Предстоит Ну как проверочка Просто Короче Надо будет потратить Время Там в окошко Обратитесь А не посмотреть Когда вы прилетали Улетали Ваши документы Поднимут Спрос Прилеты А вот В российском Аэропорту У нас Было Больше часа Нас там задержали Пока мы ждали Чтобы нас тоже Проверили документы Кто мы такие Что случилось В общем Вот Но это все Потери просто Времени Так Ничего страшного А вот Если вы Свои паспорта Не взяли Или тоже Их потеряли Вместе с этими То это Это просто Конец Там Такая проблема Вам надо найти Двоих Человек Просто При нас Была женщина У которой Не было Русского Паспорта Вам надо Найти Двоих Человек С Российскими Загранпаспортами Действующими Которые Бы Подтвердили Вашу Личность А где Вы их найдете В Стамбуле Если вот Вы одни Если вы С друзьями У которых Все есть То нормально А так Это я Не представляю Как Какая Какие Это проблемы Организовать Так Ну вот Можно По двоим Типа Вот Так Рубануть Попал Даже По обоим Че то Слабовато Короче В общем Оформили Справочку Вернулись Справочку Надо сдать В МФЦ В течение Трех дней И все Собственно Никаких проблем Кроме того Что теперь Надо заново Делать Паспорта Паспорт Стоит Три с половиной Тысячи По моему Через госуслуги По скидосу А так Пять Ну короче Вот на эти Деньги На 7 тысяч Рублей Мы попали Вот это Неприятно Ну Сто баксов Ну Урок На сто баксов Вот Вроде бы Все Рассказал Че хотел Давайте И дальше Играть Думаю Вот Может сюда Пойти Похлыстать Арбалетчиков Или Все таки На этот Фланг Тут Не особо Много Плюшевых Ребят Которых Можно было Похлестать Похлестать Давайте Сюда Пойдем Биллман Под ударом Так Хусан С полными Ходами Оказался Возле Наемника Ну Давай Дай его У него У него Баттлфордж Шапка На 200 С чем То Но Да Слабовато Слабовато А топором А топором Очень даже Приятненько Хорошо Адреналин Так Минус Футман Можно На наемника Сагрессировать Чтобы Он тут Не бросался А врезать Биллман Например Так Добавить Тебе Стопора Броник У тебя Не особо Нам нужен Давай Просто Тебя Добьем О У меня еще Хедхантер С топором Вручники Правда Оба Два Здесь Ходят Раньше Моих Соседей Всех Значит Они пойдут Вперед И будут Бить По двоим Наверное Как они Любят Ладно Им еще Надо Попасть Так Футманы Пока Не успели Поднять Щиты Довольно Резво Заканчиваются Это Хорошо Можно Попрыгать В задние Ряды И Почему Бы Собственно И Нет Нет Так Так Чтоб По своим Не стрелять Уэр Болитчик Так И Кончился Не успел Ничего Сделать Так Там Еще Мастер Меча Где-то Запросто Может быть Я не посмотрел На загрузочном Экране Есть Он Тут Нет Убьем Этого Да Вряд Ли У него Баттлфордж Мы Еще И Не Попали Какой Там Убьем Так Там Лучник Какой То О По Двоим В Меня Попал Или Нет Ай 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 Это Куда У меня Прилетело Так Фокусят Наших Ребят Пока Что Мне Это Не Очень То Нравится Другой Стороны Пока Наших Фокусят Помощнички Живут Вот Это Неприятно Вот Это Что Тут Парень Наш Хусан В Сетке И Его Тут Пытались Молотком Звездануть Хорошо Что Не Попали Так И вот Футманы Врываются В задние Вражеские Ряды Это Наемник Тут С луком Все Вроде Все Рассказал Что Хотел Про Стамбул Теперь Чистая Игра Сосредотачиваемся Не Отвлекаемся Какой-то Наемник Странный Этот Бежит Но Тут Рядом Сейчас Подуют И Он Передумает Наверное Но Рано Это Ему Не Залечат Так Что Пусть Еще Попробует Убежать Ты Уже Щить Поднял Так Хорошо Что Там Есть Футман Так Хорошо Что Тут Есть Спен Сетки Меня Не Выпишите Ой Так Футман Заканчивается Очень Очень Быстро Это Не Очень Хорошо Так Ну Вот Тут Можно В толпу Улупить Как-то Так Неплохо Кстати Хорошо Что Мы Его Убили Теперь Можно Прыгнуть На Наемничка Да Нету Вроде У них Мастеров Меча Значит Все Несплохо Вот Шлем Этот Снять Что Для Этого Надо Таунтить Его У нас Таун Тут Нет У Хакана Он Еще И Не Убил Так Хусан Адреналин 30 Дефа Не так Много Но И Не так Мало С Этой Сеткой Адреналин Жать Чтобы Из Сетки Выдергиваться А то Два Двуручника Как Попадут Будет Неприятно Ян Может Пойти Куда Ни Сюда Под Вручником Стрелять Тут Нет Прострела Тут Такая Толпа Грех Не Пострелять Можно Сюда Правда Встать Под Удар Конечно Это И Пики Хотя Футман Сейчас Умрет И Сюда Ворвется Какой-нибудь Наемник Не Не Пойдем Вперед Жаль Вторым Не Попали Так Сеточка Сто Процентов Куча Выносливости Настолько Куча Что Даже Уже Не Ударить А у Хантер Заряжен Ладно Скипаем Получается Наемник Вышел Ой Как Хорошо Шейку Подрезали У него Еще Адаптация Так Я думаю Можно По своему Заряжать Футман Потому Что Он Все Равно После Этого Хода Не Жилец Явно Так Еще Наемник С луком Какой-то Там Бродит Да Что Ты Будешь Делать Рассиль Давай Попадай Так У меня же Молоток У Амира Надо Не Забывать Так Арбалечка Мимо Так Вот это Нечестно Вот и Футман Помер А вот Наш Знаменосец Рвется Тоже В бой Все ребята Очень довольны Это Не Очень Правильно Ну в целом Ребята Такие Не из Приятных Тут Конечно Но По численности Это Мы Уже Выигрываем Да Что за Рокировки Тут Здорово Так В кусте Нашего Рубят Вы тут Втроем Не можете С одним Футманом Справиться Да Я правильно Понимаю Ох Ща Я кому-то Дубиной Та Как Тресну Ребята На морали Я вообще Думал Вот этого Забрать Ну Ладно Так Ну Что Вот Главный Вопрос Мы Раздевать Будем Или Нет Он Кстати Уже Без Флажка Он Просто Нормальный Будем Ли Мы Раздевать Или Просто Запинывать Его Пора Да Ты Издеваешься Хакан Где Дамаг Хорошо Почти Угомонили Сержанта Здорово Ребята Как Сами Так Штандарт Бирера Этого Что Ли Порезать Эх Выносливость Кончилась Чтобы Он Не Дудел Тут Мой Парень Как Зря Ты Сюда Лезешь Ну Вообще Молодец Так 67 75 Я Просто Все Думал Кого То Убить Из Берсерка Дать Дубиной Но Че То Никто Не Хочет Получать Я Наверное Не Убью Если Вот В Этого Попаду А А В Этого Надо Попасть Да Ты Издеваешься Рассиль Ты Просто Не Попадаешь Всю Игру Ноль Дамага Ноль Нет Не Ноль В самом Первом Ударе Он попал И сломал Вот ему Нос Неправ Согласен Так Наш Фраг Забрали Пойти Поднимать Что Липушку У Этого Злодея 25% Тут Конечно Подбираешь Ну Хоть Так Да Ты Издеваешься Так У Каспара Уже Не Все Так Хорошо Опа Вместо Меня Пришел Потанковать Футман Значит Пока Оставляем Этого Сэра Как Он Там Вольфхард Сэр Вольфхард Пока Танкует Нас Это Устраивает В смысле Не он Танкует А его Танкуют Наши Футманы Значит Надо Быстро Дорезать Всех Остальных Наконец-то Сержанта Добрали За нас А у него Был Был Молоток Да По-моему Клевец Или Нет У него Тоже Вроде Был Клевец Значит Нам Минус Клевец Вольфхарда Точно Надо Забирать Получается Так Куда Стреляем Куда Стреляем Отлично Постреляли Вообще Вот С этих Парней Я бы Хотел Шапочки Снять А у меня Тут Хусан С заряженным Ходхантером И топором Пробовать Проскочить Да ты Издеваешься Хакан Вы чё Все Опа Станчик Топор И Ходхантер Не Шапки Которые Я бы Хотел Снять Ладно Надо Их Минусовать В любом Случае Так Давайте-ка Подышим Своим Стрелять Уже Чё-то Неохота Подышать Надо Было Ошибочка Тут Тоже По-своим Получается Да Ты Издеваешься Сколько Можно В конце Концов Опа Минус Футман Недолго Он Протанковал Он тут Знаменосец Идет Танковать Рыцарям Хорошо Хорошо Не очень Так Ну Победить Мы Победили Но Остается Меркантильный Вопрос От этого Шлема С рогами Надо его окружать Своими ребятами А этого Сэра Вытащить Из Толпы Например Вот Эриком Подойти Сзади И ротироваться Меркантильный Кто-то Мне Рассказывал Что У Хакана Огромный Урон С этой Дубиной Он Просто Зверюга Он Монстр Убийца А я Им Станы Раздаю Вместо Того Чтобы Дамажить Сейчас Я посмотрю Сколько Надамажил Хакан За этот Бой Шапку Сломали Пошел Нафиг Подставить Биллмана А почему Нет Почему Бои Нет Пусть Его Хотя Тут Рассиливаю Амир Под Адреналином Наверное Биллман Даже И Выживет Но Нет Так Нет Да Да У Эрика Выносливости Нет Приветик Подышать Подышать Бои Так Ну Что Доставать Кинжал Он Довольный Что Что Вдруг Или достать Длинную Дубину И Глушануть Его Ей 48% Маловато Так Все Ребята Драпанули 21% На Обезоруживание Вот Три Алибордиста Выжило Которые Будут Нашего Сэра Запинывать Когда Мы попытаемся Его Кинжалами Подрезать Так Либо Дышать Чтобы Ротировать Но Мне кажется Которые А А тут Побежал Я думал Только что Было Три Теперь Две Алибарды Куда Один Делся Кажут Стук Алибард Пытаться Что-то Такого Понаделать Ну А подышим Вот он Дамаг Хакана Проснулся Так Все Рыцарю Хватает Выносливости Только Щит Поднимать Минус 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 Все Шапки Так Так Стрелки Особо Не нужны Давайте Наверное Стрел Не будем Тратить Или Побросаемся Или побросаемся Так Тааак Таак Тырим Фраги Точнее как Тырим Забираем положенное Побежать Надо Было Бы Так Сир Давай Подождем Так Флажок С него Сняли Можно Таун Там Снять И Защиту Или Все Таки Ротировать Наглецов Мы Подождем Вот Вот Эти парни Мне не нравится Ладно Забиваем Его У него Броня Почти Сломана Сколько Шансов В броню Попасть Азука В шлем Все Он без брони Теперь Главное Чтобы мы Его Забрали Все Вроде тут Походили Да Да Все Походили Теперь Наша Очередь Значит Лупим Со всех Калибров Сейчас бы он добил Вот это был бы Фейл Так Только мы тут Подойти то Не можем Даже Нормально Антон С метательного топора Подразобрался Так Так Все Хакан 200 урона За бой Вот это конечно Зверюга Ни одного Стана 200 урона Уверенный Пацан Меньше Штука В эфире Но ему Блидинг Не засчитывается По моему Тут Так Молоток Сняли Это плюс Шлем Сняли 320 Это плюс Броники Красивые Шлемы Меч Длинномеры Так Арбалет Конечно Копье Победа Так Вернуться За деньгами А мы где Ого Мы рядышком Ну пошли Деньги Заберем И будем Заканчивать На сегодня Шестеро Осталось Тут Спасибо За наши Денежки Ай не то Есть Что Интересного В магазинах Нет Нет И нет Понятно Ничего Удивительного Ладно Тогда В следующей Серии Продолжим Ношение Все еще Только Френдли Задания Тут Обычные Ладно Увидимся В следующей Серии Серия Прошла Вроде Неплохо Бодро Еще и Про Стамбул Дорассказывал Все Молодцы Молоток Я хочу Проверить Давайте Сразу Сюда Поставим А то Я забуду Я хочу Попробовать Как вот На таких Рыцарях Молоток В голову Будет Работать Против Тяжелых Шлемов Так Шлем С рогами А кому Вот он За 5 Выносливости Получаем 50 Брони На голову А нам Надо Столика Брони На голову Не так Часто В нее Вроде Лупят Но Как Запасной Будет Нормально Про Запас Как Второй Комплект Ладно С этим Разберемся В следующей Серии Спасибо Что Смотрели Оставайтесь С нами Вроде Все У нас Идет Довольно Бодро Спасибо Что Смотрите Всем Удачи Всем Пока